Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже я не верю, как во сне. Порядки все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними, посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристов. Какие вот дела у нас. Идем с Ашкремчиком. Подарки покупать бабушке второй. По-русски начнет песен. Мороз, мороз. Блин, и все. Знаете, почему у него настроение такое? Потому что я ему сказала, с тобой жизнь красивая. И вот надо знать, что говорить, мужчина. Вот такие покупки у меня сегодня, мои дорогие друзья. В Карфур зашла. Захотелось очень побаловать себя с утра. Мороженком. Цены такие. Здесь на что скидки. В Карфуре я купила себе голубику и мороженое. Браво. Вот эти вот мне чернички. Очень понравились. Стоит это все 85 лир. 45 лир, наверное, мороженое стоит. И 40 голубика. Вот. Вот прям захотелось так. А вам бывает такое у вас? Бывает такое, что когда вы очень что-то хотите. Карадут. Ну что, приятного мне аппетита. Несколько раз я все экспериментирую, экспериментирую. Хочу понять, как можно приготовить блины из финдальной муки или с кокосовой. С кокосовой оладушки не получились. Они все рассыпчатые были. Сегодня я сначала хотела сделать овсяный блин. А потом я все-таки решила добавить миндальную муку. Миндальную, да? В яйцо. Чуть-чуть воды, яйцо. Что еще я добавила? А-а-а. Псилиум добавила на глаз. И квантовая камедь. Смотрите, я вам покажу сейчас ее. Так. И вот этот блин я сейчас покажу минуту. Ксантовая камедь. Загуститель. Видите? Загуститель. Как интересно. Очень натуральный продукт. Вот пересыпала я в такую банку. Боюсь, чтобы он не испортился без холодильника. И что я буду сейчас... И что я буду сейчас делать? В мой блин добавлять голубику, которую я сегодня купила. Такой будет красивый у меня обед, завтрак. Вечером мы с девчонками собираемся. Ой. Собираемся с девчонками. Вечеринка у нас пригласила подружка наша. Поэтому надо хорошо сейчас мне покушать. Вот. Смотрите. И сверху сыром можно намазать. Все. Пошла я кушать. Мои дорогие друзья. Бегу на девичник. Если вы знали, как я на ходу готовила ужин мужу. Потому что я долго разговаривала с внуками. Они ждут бабулю. А у меня сегодня вот такой лук. Такая сумка. Вот такие мои пасоножки, девчонки собираются. Так как я уже не смогу... Как говорится, свободной жизни у меня не будет. Везде будут вдуки. И девичник такой устроили. Вот. Катюшка ждет уже на остановке. Такие вот дела, мои дорогие. Ну, если что-то интересное будет, расскажу. Но навряд ли. Я даже макияж, смотрите, сделала по минимуму. По минимуму сделала, потому что жара такая. Вот так встречают меня подружки. Смотрите, дорогие мои друзья. Оливьешка. Салаты. Салатики. Малатики. Боже мой. Юлечка. Наша подруженька. Живет в таком красивом сите. Такой вид. Смотрите. Мои подружечки красивые. Девочки мои. Что это за красивая девушка? Нас наснимало. Это все. Мороженое. Доброе утро. Доброе предроброе. Бегу на мое любимое море. Восемь утра. Доза счастья, позитива. Расслабону. Расслабону там так шеребит тапочками. Это время здесь всегда переполнены. Дождь бесплатный. море шикарное. Я просто это чувствую. Без слов. Мы в дороге. Друзья мои, проезд 280 лир. А ваш автобус довезет нас до Аданы. Мы приехали в Адану и наш путь продолжается. Друзья мои, аэропорт Адана. Сейчас мы находимся в зале ожидания, ждем наш самолет. Ашка пошел воду покупать. Интересно, сколько стоит вода на аэропорту. Мы, естественно, так вышли. Ничего не успели. Мы думали, что за два часа, у нас за полтора часа был приезд сюда. Ничего, нормально. Люди не так ушли. Мояшкин там что-то делает. Видите? Никак воду не купит. 50 лир стоит такая бутылочка воды. Ой, 20 лир. 50 я думала. Так что вот у нас есть вода. Ашкин пьет воду. Ашкин переживает, потому что он еще не летал давно на самолетах. Вот. Это второй раз в жизни у него. Мы летим с Ашкин. Такие счастливые, что меняем обстановку, друзья мои. Не то, что мы там сейчас селись, да. Ашкин курить хочет. Какое счастье, что я не курю. Боже, Боже. Мелый, Ерошка. Телефону. 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 Можи, как же красиво. Можи, как перенес. Сейчас расскажу. А ну, не показывал, но переживал. Тахикардия была. И еще. Говорит, душа заложила. Видишь, как жует, нервничает. Видите? Красиво. Этот аэропорт находится на территории азиатской территории Стамбула. Не европейской, а азиатской. Нам немножко долго предстоит путь, но по-другому ничего не сделаешь. Мы ждем свой багаж. Мы сейчас с мужем почувствовали настоящими себя туристами, так как вообще не знаем, куда мы едем. Просто знаем, что мы в Педике находимся. И нужно нам на автовокзал. Сейчас спросим. Ой, друзья мои, я такая сонная, как курица. Все время сплю. В метро мы ехали 30 минут. Вышли сейчас, слава богу, на свет божий, потому что думали, что... Вот, сейчас мы едем еще. Дальше и дальше. Три пересадки нам надо до нашего автовокзала. Снова мы до третьей пересадки. Это что было, друзья мои? Это что было? Мы столько едем и уже сплю. И еще нам ехать и ехать. Остановок 4. Ой, а у меня дороги укачивает. Ну, зато с Вашкеном будет такая экскурсия по ночным, по тумелям. Мы наконец-то приехали. Боже мой, в метро, в метро приехали. Наконец-то, друзья мои дорогие. Сейчас вы знаете где? На автовокзале хотим покушать что-нибудь. Вот. А потом уже будем смотреть, продвигаться будем. Посмотрим, цены какие. Пиде 300 лир. Кушбашилы пиде 250. Этли кмек 250. Лохмадюк 80. Вот это, наверное, я возьму. Не хочу я кушать здесь, я хочу покушать там, с детками. Вот. Такие вот делишки. В этот раз у нас не получилось увидеть Стамбул, хотя мы бы запланировали совсем по-другому все. А вот мы будем смотреть только со стороны люди Стамбулу. Дело в чем, мы не обратили внимания, аэропорт купили-то купили. На азиатской стороне, и три пересадки делали в подземелье, на метро. Ой, так укачало меня, я такая отключенная, сплю на... Когда я еду, я всегда сплю. Просто. Вот сейчас вот говорю с вами, я сейчас раз, и отключусь засну чуть-чуть. Поэтому Стамбул, мы сейчас приедем на место, наверное, часа к шести, половина шестого. Устали, если честно. Полтора часа летели на самолете, и два часа были из азиатской стороны в европейскую. Потратили. А я еще хотела такси. Какой такси, силы нет уже. Понимаете, как это вы не вынести. Какой так красивый Стамбул. Тоже весь зелень. Покажу вам отсюда, хотя бы. Через окошко. Интересно, кофе будет давать там или нет. В Стамбуле долго надо ехать. Пробки как раз. Через два часа мы только приедем. Спросила их, у вас есть кофе? Нету, говорит. Представляете, что творится? Билета 300 лет за человека. Ну, кроме самолета, нам уже полторы тысячи, ну, раз. Пришлось догладить. Хочу вам показать, вот, куда мы едем. Посмотрите, сколько здесь вокруг фабрик. Одни фабрики. И как-либо, что это, по-моему, здесь, но здесь тоже фабрика. Вот, мой муж, Туковин, видите, фабрика в Тишинке, с этой стороны. А я, или что там, Айн Сач. Также мой муж, вот здесь, вот, работал. Тут тоже где-то его фабрика. Вот, конечно, здесь. С ним подводит Коллинз фабрика. Вот, где шьют. Здесь, кажется, пластительное масло делают. Вот, где-то, 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 где-то. Это очень, конечно, очень интересный район. Теперь, кирванчи. Что-то здесь интересно. Это по-сторону служит. В общем, очень интересный район. Тут фабрики. За пределами города. Хочу показать вам, посмотрите, сколько кизис-поля подсолнулов. Вот, именно в этом районе растительное масло производит. Видите, какая красота. Здесь уже пособирали. Видите, как все ухожено вообще. Вот, видите, как все ухожено, как все в порядке. Какие-то системы. Какие-то фабрики. Все здесь фабрики, фабрики. Мегамбулы. Ряд текстиль. Очень много я посмотрела текстильных фабрик. Смотрите, сколько опять в отцове не было. Вот, где производят пупцы масло растительное. А тут игрушечные. Тут игрушки произведут. Там дальше тоже игрушка какая-то красота. Тут тоже текстиль там, смотрю. Текстиль, текстиль. Текстиль. Занавески тач, мы видим. Сколько здесь фабрика? Тач, видите? Фабрика тач. Белсан. Какое-то стекло выпускает. Пашкент говорит, фабрика стекла. Сколько масла? А вот тут мой муж работал. Вот тут. Мояшкеем работал. Вот из Натальи Маврики работал Мояшкой. Пашкент. Пашкент. Пашкент, да? Пашкент. С тобой с ним и познакомились в этом прекрасном месте. Вот это вот, наверное, площадь, памятник. Решили пройтись пешком, потому что мы устали от транспорта. Ашкин, Бурасы. И тут вот идет сеть таких вкусных ресторанов. Очень вкусных. Меня же, знаете, трясет все от голода. От голода мы ешь с пол шестого и все в дороге. Тяжело, блин, это тоже самолет. На автобусе намного дешевле, лучше. Ашкин, бутарафта. Вот, пойдем мы туда, короче, посмотрим, где вкуснее покушать. Какие мы были голодные, что тут было точно не до съемок. Знаете, что покушали? Кофты. Какие вкусные кофты. Я салат. Супы. Это я пил. Я печели копаю или коктюс. Ну, короче, с мясом, которое очень вкусно. Идем дальше. Так хочется поделиться с вами этим замечательным, любимым нашим местом. И здесь появилась наша любовь. Вот такие маленькие улички. Этот парк работает и зимой, и летом. Чай пьют. Покажу вам чуть-чуть маленький город. Вот у меня Сашкина с чемоданом. Из одного парка в другой парк. Все так изменилось здесь, знаете. Мы ели сейчас с мужем поняли, поняли, куда нам идти. Но здесь, знаете, нельзя потеряться. Такой маленький город. Можно обойти все за 15-20 минут. Посмотрите, кто здесь. Ирвочка, которую мы ждали. Какая она взрослая. Бабуля их кормит. Видите? Другая бабуля на работе все приносила продукты. Вот мы еще не разложим. И яблоки, и картошку, и колбасу. Полный холодильник. А это посмотрите кто. Всем привет. А ну посмотрите, какие взрослые у меня внуки. Мы снова увидели свои подписчики. Садитесь, бабуля им приготовила. И Дэмушка сейчас там руки моет и придет. Что я могу вам сказать? Я такая никакая, укачанная в этой дороге. Ой, просто не могу еще понять, что это они. Что это мои любимки. Мои слядки. А, огурчик не хотели. Как грызет Ирмочка огурчик. Какие у нас планы? Ну, наверное, завтра мы останемся еще здесь. Будем собирать сумки, а послезавтра уже в дорогу. Потому что детям тоже скучно. Они хотят на море. Вот. Что им, Мария? Расскажи подписчикам моим. Я думала, что моя сестра Ирма меня шутит. Но мне шутит, что Света бабуля пришла. Света бабуля пришла. Я не верила. Увидела кто-то с белыми волосами. Закрыла глаза. Потом пришла к двери. И не... Я даже... Я думала первым раз, что я сплю. А ты же знала, что бабуля Света прилетит сегодня. Я думала, ты завтра прилетишь. Так Ирма говорила. Как завтра? Я сказала, сегодня я прилечу. И это... Я умылась и убедила, что это не сон. Видите, она уже красиво как умеет разговаривать. Моя внучечка. Сейчас Дэмушка. Где Дэмушка? Там в туалете сидит, что ли? Ладно. Иди садись, внучечка. Садись, бабулечка. Садись. В общем-то, вот такие друзья мои дела. А Эндер пошел с друзьями встречаться. Ему тоже хорошо. Вот. Вот такая у нее интересная кухня. Она вот любит такие вещи. Вот. Кума моя. Не кума, а схваха. Вот. Цветами тоже любит возиться, заниматься. Говорит, Мария сказала, что сегодня она... А вот это настоящий такой цветок или покрасить? А вот и Дэмушка. Смотрите, какой мальчик вырос. Привет. Поздоровайся, бабуля, с подписчиками моими. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мой мальчик. Иди садись. Мой сладенький. Такой большой. Он такой у меня сладкий-присладкий мальчик. Дэмушка, ты хочешь огурчик? Сейчас бабуля завтра им сделает. Посмотрите, как бабушка их любит. Сколько чипсов у них. И все поприносила. Видите ли, да? Столько сумок, посмотрите. Продуктов. Столько продуктов. Ай, сыры-мыры. Все. Яйца, шмайца. Все, что хотите. Вот они. Так что мы завтра мы будем здесь, а потом уже, наверное, уже скоро поедем, посмотрим. На море будем. И обязательно вам покажем. Так что все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Так мы увеличиваем наших подписчиков. Да. И так бабуля больше зарабатывает денег. Да, очень много зарабатывает денег. И вот так ради вас бабуля тратит время, чтобы она сняла видео. Вот. Вы видите, какая у меня внучечка. Сейчас, надеюсь, вы будете больше смотреть, да, наше видео. Если вы будете подписываться и ставить лайк, то когда у бабули будет много денег, бабуля нам может покупать всякую еду. Правда. А что, бабуля вам приехала за вами, вы считаете, что вы голодные будете? Бабуля полный холодильник, мои деточки. Да. Ну, денежки скажите на развлечения, да, в аквапарк, там куда-то поехать. Да. Вот. А Дэмюшка вон уже весь с кетчуп измачивался. Ну, все. Все. Прощайтесь. Пока-пока. До следующих встреч.